В последнее время мы слышим очень такие точечные названия, это еще с Бахмута пошло, вокруг них большие противостояния и так далее. В последнее время, как мне кажется, два населенных пункта такое внимание наши привлекают или там действительно происходят большие события. Это Авдеевка и Крынки, правильно же, наверное, на последнее слово ударить. Наконец-то выучим заодно. Авдеевка и Крынки. Что происходит там? По-моему, есть развитие в районе Крынки точно. Что происходит? Давайте начнем с Крынков. Вот предыдущий у вас был сюжет по поводу, как я понимаю, по поводу этой любопытной вечеринки в Москве. Не знал, что вас заинтересует, Юрий Евгеньевич. Айда в следующий раз вместе. А не меня заинтересовало. Это заинтересовало военных корреспондентов. А я их, значит, их прочитал. Значит, теперь 100% в курсе, в деталях в курсе того, что произошло. У них там прямо много. Ну, это да. Ну, не о вечеринке речь, а речь о том, что некое... Ну, это один из эпизодов того, как на эту вечеринку отреагировали на фронте. Значит, есть такой военный корреспондент или корреспондентка Анастасия Кашеварова, которая опубликовала вчера, по-моему, вчера, да, вечером, публиковала некое письмо или, ну, перепечатала письмо или пост, который был опубликован одним из российских солдат, которые воюют около этих самых крынков. Так вот, что он пишет. Он называется это, ну, не без определенных литературного, я бы сказал, даже такого почти таланта. Называется «Вечеринка у крынок» или «Укрынок», так написано. Значит, вот что он пишет. «Ты идешь с ребятами на штуру в грязи по шею, чтобы было интересно никакого взаимодействия с минометными расчетами, никакой аэроразведки, только классика». Ну, затем идет некая, так сказать, непроизносимая слова. «Ловишь прилеты, кассетных снарядов, фаер-шоу» называется. «Идешь дальше, попадаешь под миномет, уже спустя пару моментов тащите раненых товарищей назад под фаер-шоу, то есть под кассетные снаряды, в ожидании одного из двух заключительных этапов вечеринки, а именно, либо ФПА-дроны, или со скидами, или напутственная речь командира роты, которую передал сам комбат. Мол, ну, опять же, зачем вы силами пять человек не смогли закрепиться, ведь уже наверх доложили обратное? Вот это, значит, картинка, так сказать, с места. Это не заявление генеральных штабов или пресс-офисов Министерства обороны, вот эта конкретная ситуация. И комментарии к этому посту Кашеваровой, ну, это, собственно, не Кашеварова писал, а некто другой, значит, смысл которых, а зачем, ребята, мы сюда приперлись, сюда, то есть в Украину? Не пора ли повернуть, значит, оружие против командиров и двигаться на Москву? Вот такие настроения на фронте, куда, естественно, попадает информация о том, что происходит в Москве. Как бы к этим вечеринкам там не относиться, в этих ночных клубах, это уж другой вопрос. Но вот на фронте, понимаете, такие сообщения вызывают вполне определенную реакцию. Мы сидим в грязи по шее, нас убивают, с нами вообще обращаются по-скотски, что совершенно правильно. И вообще пора подумать о том, чтобы отправить генералов в штаб к Духовне. Но это я не придумываю, это, опять же, вот слова из комментариев. Вот такая ситуация под крынками. Что касается, ну, если посмотреть на, так сказать, на линию фронта там, никаких изменений нет. Опять же, военные корреспонденты пишут, говорить о преимуществе той или иной стороны, ну, это имеется в виду вот на левобережье, не приходится. Это, опять, ответ на победные реляции, которые генерал Теплинский отправляют в Москву в генеральный штаб или в министерство обороны. Теплинский, значит, напомню, командует войсками, которые должны ликвидировать вот этот плацдарм ВСУ. Вот так обстоят дела под крынками. Думаю, примерно так же обстоят дела под Авдеевкой. Ну, вот если посмотреть на карту, это карта мини-института исследования войн, я добавил только вот красные стрелочки, показывающие наступление российских войск, и черные линии – это дорога жизни, по которой снабжается группировка СУП в районе Авдеевки. Значит, что там происходит? Ну, вероятно, настроения в войсках примерно похожи на то, что происходит у крынок. А вот, да, ну, под Авдеевкой есть определенное продвижение российских войск вот с желтой краской закрашены районы, которые в последние дни, значит, были заняты русскими войсками. Ситуация достаточно пессимистическая для вооруженных сил Украины. Скорее всего, придется через какое-то время оставить, эвакуироваться, ну, пока есть возможность эвакуации. Пока эту дорогу не перекрыли. Если перекроют, ну, тогда будет не очень хорошо. Если говорить точно, будет совсем плохо. Но политически, видимо, важно удержать Авдеевку до Нового года, чтобы Путин не произнес в своем новогоднем поздравлении или новогодней речи, не сообщил о том, что он достигнет колоссальный успех. Что касается других моментов, других участков на театре военных действий, ну, особых изменений нет. Другое дело здесь вот тоже нужно сказать, чтобы не было никаких таких шапкозакидательских настроений. В общем, на Западе ожидают, что зимой российские войска могут серьезно продвинуться вперед. Ну, и с этим связаны всякие разговоры о том, как финансировать сопротивление Украины. Да, значит, зачитался, тут есть некоторая срочная новость, чуть попозже сообщим вам об этом. Извините, пожалуйста, Юрий Евгеньевич. Значит, хотели еще вот что успеть упомянуть. Конгресс США ушел на каникулы, не приняв решение о помощи Украине. Многие говорят о том, что как-то этот вопрос в Соединенных Штатах уходит на второй план по мере развития предвыборной кампании. Что думаете по этому поводу? Ну, что я могу думать? Действительно, и демократы, и республиканцы заняты тем, чтобы не проиграть выборы. Пока преимущество на стороне республиканцев, как я понимаю, у Трампа больше поддержки в этих самых колеблющихся штатах. Что происходит дальше? А дальше происходят интересные вещи. Вот вчера, точнее, Нью-Йорк Таймс публикует большую статью о том, что в Белом доме и в группе семи размышляют о том, чтобы конфисковать российские активы. И из этих активов это где-то около 300 миллиардов долларов, хотя там разные условия хранения этих, ну, разный юридический статус этих денег и банковский статус этих денег. Но, тем не менее, всерьез размышляют в рамках группы семи о том, что нужно и можно конфисковать эти деньги и направить из этих денег финансировать военную поддержку Украины. Ну, не только военную, но и финансовую. 300 миллиардов – это приличные деньги. Это, в общем, может хватить на три года. Есть сторонники, есть противники. Противники в Соединенных Штатах, как пишет Нью-Йорк Таймс, главным образом ссылаются на юридическую неясность того, а как, собственно, можно, на какой основе можно конфисковать эти деньги, эти, значит, вклады российского центрального банка. И если это произойдет, говорят противники, ну, тогда страны, государства, которые вообще хранят деньги в американской банковской системе, тогда они, значит, переведут эти деньги куда-то в другое место, на другие страны, где сохранность их будет гарантирована. Вот примерно такая логика. Значит, во-первых, нет юридических инструментов для того, чтобы провести такое мероприятие. И, во-вторых, есть вот это политическое опасение. Тем не менее, да, эта статья в Нью-Йорк Таймс, это не первая статья уже появилась, была похожая очень по содержанию и по тональности, статья в Файнэншел Таймс, что не менее, может быть, более важно, чем статья в Нью-Йорк Таймс, потому что, ну, Файнэншел Таймс – это более, как я понимаю, в деловых и политических кругах Запада, это газета, в общем, пожалуй, номер один по влиянию, по значению. Соответственно, такие размышления в руководстве западных стран имеют место, и это, в общем, ну, внушает определенный оптимизм, потому как, если действительно не смогут демократы продавить помощь Украине и не пойдут на уступки по иммиграционной политике, ну, тогда, видимо, на Западе будут приняты меры по, может быть, по частичной, может быть, по полной конфискации вот этих вкладов. Ну, опять же, есть вопрос, а что дальше? Ну, хорошо, конфисковали. А что, их передавать Украине или создавать некую структуру международную, которая будет распоряжаться этими деньгами в интересах Украины и с участием Украины, естественно. Так что вот такой любопытный поворот событий. Да, было бы все любопытно и здорово, если бы это, конечно, не во время войны происходило бы. Украина 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 Субтитры подогнал «Симон»